Путина, что ли, встречать идёшь? Да, конечно, мы идём на встречу с Путиным. Мне не дала киска. Но мы потом детей будем есть. Ну, ешьте, мы тоже кровь младенцев пьём. Это одна из самых моих любимых петербургских картин. Ну, во-первых, посмотрите, дом 5. Вот четыре окна под вот этим, это называется, лучковый аттик по центру. Это гостиная квартиры Алексея Балабанова. У меня меньше, чем через полтора часа экскурсия вот здесь, на Петроградке, где меня будет ждать 50 человек, потому что времени очень мало. Какие времена, такие и джокеры. Если бы мы оказались здесь вот на этом самом месте в 90-е годы, то мы увидели бы вот примерно такую картину «Народ стоит за табаком». Сегодня у нас будет речь идти про 90-е, в частности, не только про них, но и про 60-е, ну и немножечко, естественно, из истории. Потому что мы постараемся сегодня посмотреть на город, конкретно на эту его часть, глазами Алексея Октябрьевича Балабанова. Кстати, вот та очередь, которая стояла за табаком, если вот отойти еще несколько домов и развернуться, то мы увидим, как она выглядела. Вообще, это фотографии одного иностранца, фамилию которого я не смог найти, я просто нашел его архив, поэтому извиняйте. Вот, если отсюда пристать, то мы увидим эту панораму замечательную. И, естественно, в то время, когда вы выходили на пятачок перед станцией метро «Васелеостровская», то все немножечко отличалось, людей было, в принципе, столько же, и привет-привет. Не справлялась, естественно, станция с таким потоком, я вам покажу в дальнейшем картинку. Есть одна радостная новость. Здесь у нас стояла композиция, подаренная городу под названием «Конка», мы сейчас ее увидим. Она стояла долгое время заброшенная, там в свое время продавали билеты, потом, значит, она была похерена, и кто-то, какая-то девушка, выиграла тендер на то, чтобы ее переоборудовать за какие-то две копейки. Потом мне рассказали, что тендер стоил две копейки, но там были какие-то обременения в виде там электричества и всего остального. И, наконец, эта «Конка» заработала. «Конка-Конка» гонит цыпленка, там кофейня, и, в общем-то, можно только порадоваться за хозяйку этого замечательного заведения. Вот если бы мы посмотрели на вот эту стену, я и так буду заглядывать примерно отсюда, то мы увидели бы здесь привычные ларьки, характерный флаг торчащий. Ну, а потом уже, если отойти подальше, то этот Бран Мауэр, он немножко преобразился. Здесь была реклама. И вот даже сейчас там стоит очередь. Я нашел совершенно потрясающую картинку с 90-х годов. Это, знаете, прямо как будто из фильма про Гарри Поттера. Вот эти вот души, дементоры, да, которые стоят туда в очереди и не могут попасть в станцию метро. Вот она, эта прекрасная «Конка». Привет, привет. Вот раньше так девочкам нельзя было. Я думаю, что если бы в 19 веке вот так вот это тело бы увидели, да, вот с такими вот почти оголенными ногами, то у мужиков, конечно, случился бы моментальный экстаз. Потому что в те годы не то, чтобы такие ноги, а даже, ну, вообще, ну, вообще, в принципе, женщинам запрещалось подниматься, женщинам, детям. А солдатам наоборот. Говорилось, что только туда они и могут подниматься. Вот этот вот дом, он раньше был училищный дом. Здесь наверху располагалась маковка. Вообще-то это церкви. Сейчас она не читается. Но мы там еще окажемся с вами. А мы не вернем, на самом деле, сейчас во двор. Пройдемся по нему. У меня будет отдельное видео, почему бы мы не выжили в 19 веке под названием «Транспорт». Потому что вот эти вот, представляете, да, вот если сюда нашпиговать народ, то что получится. Барышни явно в экстазе. Молодые, симпатичные. Не то, что я. Старый оранжевый пень. Балабанов, как вы знаете, он из города, тогда называвшегося Свердловск, потом переименованный обратно в Екатеринбург, в народе Йобург. Я там бывал. В прошлый раз мы сюда зашли толпой, и я говорю, так, теперь мы делаем ритуал, мы стоим по кругу вокруг этой вендшахты и устраиваем оргию. И народ начал становиться... Я говорю, я пошутил. Видите, какие сознательные ко мне ходят экскурсанты. Да, он вообще рос в семье кинематографиста. И... Так, здесь у нас сцена под названием «Не проехать». Кто-то лежит, а чуваку не проехать. Вот это, собственно, мир Балабанова. Ну, забегая вперед, когда они снимали на Васильевском острове сцену на кладбище, то Балабанов же туда реально бомжей пригласил, самых настоящих. И они, вот, актера, который играл этого Гоффмана, немца, он говорил Балабанову, посмотри на мою рожу, какой я тебе немец. Говорит, так ты из тех немцев еще, Петровских. Да, и они его приняли за своего и сказали, что, ну, блин, сочувствием хороший же актер был, а теперь вот докатился до жизни такой. Вот если бы мы раньше взглянули вот на этот дом советской постройки, то мы бы увидели совершенно, конечно, другую картину, низкоэтажное строение. Ну, а опустел Макдональдс, опустел. А если бы мы перенесли чуть-чуть пораньше, да, в эпоху, то мы бы увидели, что там вообще на этом месте в принципе еще этого здания абсолютно уродского, на мой взгляд, его не было. ой, товарищ Молотковец, а куда вы так бежите, что даже не узнаете? Я вообще джокеров боюсь, он тут увидел и помчался. Это, между прочим, фотограф, хранитель фотоотдела Эрмитажа у нас, да? Прям так. главный, главный по тарелочкам на всех барахолках Петербурга. Можно сказать, что он тарел. У нас есть с ним интервью, у нас есть с ним видео, где мы приходим к нему в мастерскую прямо здесь, на Российском острове. Так что посмотрите. Юрий Молотковец. Что ты тут делаешь, мой друг? Я снимаю про Петербург-Балабану. Он же здесь жил. Да, он же здесь жил. Ну, давай, запулись stories. Он жил здесь на, где это, дом 5. А, даже так? Да, там даже, мы умеряли доску. Мы сейчас туда отправимся. Понятно. Вот, так что, в общем, не мешай процессу. Хорошо. Видите, встрял. Все. А как это сделать нам? Вот так, придется развернуться, чтобы... А я в аптеке хожу. А ты в аптеке хожу, да? Все там будем. Я тоже. Давай. И есть фотография, показывающая, где он уже, где он уже стоит. И про Макдональдс я еще пару слов скажу, потому что, фильме «Брат», там же он ведет эту девчонку в Макдак, угощает ее. Это для нас сейчас Макдональдс – это, ну, такая обыденность. Возможно. Хотя не для всех. И вот здесь вот отличная фотография. Вот если смотреть в ту сторону, вот на угол. А здесь раньше, как вы видите, стояли две телефонные будки, совершенно потрясающие кадры я нашел, где как раз возле этого окна вот одна будка, где написано «Нет войне». Здесь была вторая будка, и сверху тетка выглядывает. Фотография почему-то подписана, что бездомные на Васильевском острове. Я хрен знаю. Это может быть и бездомные, абсолютно нормальные жители. Их тут половина таких. таких. И вот посмотрите, что с этой точки, если глянуть, что представляло это место в 90-е годы. То есть, такой самостийный рынок. В принципе, все станции метро, они таковыми в тот момент являлись. Ну, а если мы посмотрим вот с этого ракурса на это здание, то мы увидим открытие, открытие Макдональдса с огромной очередью. Причем, хочу сказать, что это, между прочим, не московская история, когда только первый Макдональдс открывался. Нет, это уже далеко не первая вещь. Вот если окунуться вот в наше время, да, ну, казалось бы, ну, уже все, обожрались этими гамбургерами, все равно. Когда он уходил, были очереди. И сейчас, когда он стал возвращаться под новым брендом, опять очереди. Что народу надо? Я тут нашел набор совершенно потрясающих фотографий. Я подставлю, просто не помню наизусть фамилию этого человека. Он фотографировал дверь. Вот посмотрите, вот эта дверь сейчас, она не написана правительства Санкт-Петербурга, траля-ля-ля. А раньше она выглядела типичным образом, и на ней висел вообще замок. Мы здесь, в принципе, уже частично гуляли, потому что у меня был тур, посвященный Там-Таму. Я рассказывал про историю тоже 90-х, но мы уходили туда. Сейчас мы вынырнем на восьмую линию, потом мы вернемся обратно. Вот там вот, видите, табачная фабрика Ла Ферма раньше была. Нам вообще-то надо бы сюда зайти. А потом она стала фабрикой имени Урицкого. Я всегда, когда вожу экскурсантов, спрашиваю, а кто такой был этот самый Моисей Урицкий? Дай бог, там несколько человек только знают. А ему видеть, между прочим, памятник стоял на Дворцовой площади, и сама Дворцовая площадь была названа его именем. Его убил Леонид Книгисер на той же самой Дворцовой площади. И его бодренько схватили. Вот здесь есть фотография, как этот двор выглядел. В принципе, мало что изменилось с тех пор. Соответственно, возвращаясь к Балабанову, он приехал из Екатеринбурга. Сначала он был в городе Свердловске и хотел пойти учиться на кинематографиста, но мама сказала нет, давай сначала какую-то нормальную профессию получи. Он пошел учиться на военном переводчике. Отучился. И потом очень долгое время работал тем самым военным переводчиком. Посмотрите, какая красота. Вот два шага от метро, железки, висящие провода, колючая проволока, все, как мы любим. И надо сказать, что Балабанов никогда не рассказывал про свою вот эту профессиональную деятельность. То есть, скользко только упоминал, что он же присутствовал при большинстве сделок, когда мы поставляли оружие в Сомали, например. Говорил, ну мы же людей убивали. Ну не мы, с помощью нашего оружия это происходило, поэтому что тут рассказывать. Вот если бы мы взглянули в 90-е года на этот перекресток, то мы бы увидели здесь огромное количество трамвайных путей. То есть, трамвай ходил и по 8-й линии, и по Среднему проспекту. В городе считался это один из самых насыщенных трамвайных перекрестков ever. Сейчас, здесь, как вы видите, трамвай убрали, а вот тут, вот в этой хлеб из тандыра, в одно слово написанное, вот если зайти вот в эту маленькую дверь, там совершенно отличная кухня. Несмотря на трешевый, пойдем обратно, несмотря на трешевый вид вот этого всего, я хотел перейти на самом деле, правда, перейдем на него потом обратно, ну давай перескочим. Или знаешь что? Времени мало, пойдем по этой стороне, да. Вот так вот я, видите, все, все, все меняя на своем пути по ходу пьесы. У него в Екатеринбурге была своя двухкомнатная квартира, где, естественно, кто только не тусил, вся вот эта йобургская рок-тусовка а-ля там Шахрина с Чаева, Бутусов, он, естественно, знал. Настя Полева была такая исполнительница, сейчас вообще как бы отошла в небытие, к сожалению, но в конце 80-х, начале 90-х ее знали. Она приезжала сюда, выступала у нас в рок-клубе даже, в общем, вот это все, естественно, Балабана сопровождал. У него была богатейшая коллекция пластинок, которую он потом с собой перевез в Петербург. И вот мы подошли с вами к зданию с очень характерной фактурой стены, вот этой. Я просто к шпаргалке своей подглядываю, чтобы прямо ракурс найти. вот здесь, вот это вот окно, вот там марка. И если мы посмотрим вот сюда, то мы увидим кадр из фильма «Брат». как Данила Богов идёт и потом заходит, он смотрит в это вот сюда, заходит здесь по рикпахерской, здесь его стригут. Да, приводят в порядок, да, он становится красивым, прекрасивым. очень много локаций фильма «Брат» было на Васильевском острове, почему, собственно, понятно, потому что, сейчас нырнём, потому что Балабанов, как я уже сказал, здесь потом и поселился. Мне очень нравится здесь вывеска, которую, сколько я вожу, народ, вот она столько здесь висит, называется «Пивной бутик». вывеска «Временная». Естественно, нет ничего более долговечного, чем «Временная». Киса, кис-кис-кис-кис-кис. Обшарпанная. Обёгла. Вот. И, соответственно, он, отработав этим своим военным переводчиком, решил поступать в Московский Высший Институт. в Сия-Руси, куда стремились со всей Россией, поступил, сказал маме, вот всё, как бы я, так сказать, долг семье отдал, теперь можно я займусь тем, что мне интересно, конкретно кино. Вот. И там он познакомился с Сильяновым, который тоже учился, они жили в общаге вместе. Сильянов учился на режиссёра, Балабанов учился на режиссёра. И это потом сыграло решающую роль в его судьбе, потому что Сильянов был из Питера. И не просто из Питера, а жил он как раз-таки на Василийском острове. Мы сейчас такими зигзагами будем ходить, выйдем обратно на девятую линию. Да, всё хорошо. Типичная интеллигенция. И вот хочу вам показать дверь. Вот как она сейчас выглядит, посмотрите, да? И как она выглядела раньше. Вот эти доводчики чёртовые, которые вечно ломались и всё остальное. А сам этот дом мне кажется, он мало изменился с тех пор. Здесь, кстати, висит знак Осавиахим такой задрипанный. Мы его ещё с вами увидим по ходу пьесы. Пойдём. вот по всем этим дворам Балабанов в велосипеде и ездил, который у Сильянова взял. Раз, раз. Сразу стало тихо, хорошо, прекрасно. я каждый раз когда группу вожу и говорю почувствуйте контраст. Стоит буквально два шага сделать и совершенно другая атмосфера. он переехал сюда, ну, в смысле, переехал в гости к Сильянову, взял велосипед у него и начал ездить, кататься и пришёл к нему, слушай, говорит, это вот моё. Вот прямо они совпали, у них случился резонанс Балабанова и Петербурга. Точно такой же резонанс случился у Шевчука и Петербурга. Шевчук из Уфы был. Ну, то есть Петербург очень часто на людей, особенно творческих, особенно склонных, так сказать, к не очень светлому восприятию жизни, как Фёдор Михайлович Достоевский, например, он определённым образом воздействует. В этой связи вообще интересно посмотреть, как меняется ход истории, потому что Балабанов один из первых режиссёров понял, ну, он не сказал, что надо как можно больше фигачить музыке. Вот музыки должно быть много. И оператор Астахов, он говорил, я не знаю, я, конечно, отказываюсь в это верить, но, блин, говорит участник съёмочного процесса, он говорил, что по первому сценарию в фильме «Брат», главный герой ходил и всех мочил за то, что им не нравилась группа «Навдилс-бомпириусы». На самом деле, зная последующее творчество Балабанова, типа там «Груз-200», можно в это и поверить. И в общем, он нашпиговывал свои фильмы музыкой, музыкой конкретно в тот момент крайне актуальной, и кто-то рассказывал, как они подбирали, например, сонтрек для фильма «Брат 2», то есть вот они ставят, тогда уже диски, что-то не канают, ставят ещё, и вот в какой-то момент «Большие города!» и сразу, понимаете, сразу совпало. То есть группа «Би-2», она же, ну, фактически вырулила на этой теме. О, открыто! В прошлый раз мы ходили, здесь было закрыто, очередное счастливое место. Да, там дерево растёт, я его показываю всегда, когда мы здесь гуляем, а там тапочки сушатся, форточки. Вот видите, вот это как раз та самая история, когда окна в окна, бывают окна в стену, а бывают окна в окна. Так вот люди подходят к одному окну и с чашечкой кофе здороваются со своими соседями. И вот здесь очень показательный момент, я всегда это тоже демонстрирую во время своих туров, но тут он прям вообще огонь. Посмотрите, какие мощные контрфорсы, поддерживающие стену. Причём идёт усиление перпендикулярное, идёт усиление вот здесь наносное, и, обратите внимание, стяжки всё равно присутствуют, тройная защита от того, чтобы домик не обвалился, потому что домик, вот видите, что случается, вот что с домиком случается. А вот здесь, смотрите, закрасили, интересно, что они закрасили? Называется, попробуй, не догадайся. И с этой стороны, вот видите, стяжки какие идут, держат дом. А вот здесь, вот эти вот контрфорсы, они уже были запроектированы непосредственно изначально. То есть, такие кирпичные выступы специально держат стену. С этой стороны, ну, то есть, мы видели с вами шахту, вентиляционную бомбубежище, которая располагается у нас в, смотри, как интересно, в подвале. дырочки. Так уже укусил, я просто крепкий, я не показываю. Да, а здесь нас будет ждать бомбубежище, уже стационарное, бомбубежище, сделанное от ядреной бомбы. Вот тоже, как типичный пример, домик поплыву, там два маячика впаяна в трещине. Зачем, ну, с гопрохи, конечно, будет не видно, но я могу сказать, что это 19-й год, в принципе, не так давно. Зимой детки, конечно же, используют эту горочку, чтобы кататься с нее на саночках. Вот тут, кстати, посмотрите, как красиво оформили первый этаж. Потому что здесь находится клуб моряков-подводников. Вот по этому якорю мы можем даже это опознать. вот он, видите, холм. Очередное, скрытое от глаз бомбоубережище. И вот, посмотрите, вот на этот дом, он и изнутри кирпичный, но очень часто бывает так, что вы выходите на улицу, а дом штукатуренный, но это совершенно не тот случай. этот дом кирпичный с той стороны. Дом Еремеевой. И он абсолютно готический, с такими шпилями. Как будто мы с вами попали ненадолго в Шотландию. И здесь, прежде чем мы перейдем на дорогу, здесь есть две мемориальные доски, которые я вам покажу. Одна висит вот здесь, конечно же, ее никто не замечает никогда, как обычно, но она читаемая. У этого дома в январе 1905 года рабочими были устроены баррикады против полиции и царского самодержания. Так, идем сюда, теперь на эту сторону. Здесь у нас один дом, а раньше их было два. Причем, я вам сейчас подставлю фотографии, вот этот вот дом с левой стороны, вот там, где арка, там видно, как они бьются. А вот на этом доме, с правой стороны, раньше был герб Советского Союза. И здесь, в том числе, вот там же, висит, мне надо сказать, что у этого дома в январе рабочим была строена баррикада против полиции царского самодержания. То есть здесь была перекрыта улица, почему? Потому что там, где мы будем с вами заканчивать, там же рабочая слобода. Вот посмотрите пока на этот дом, красавец. Кстати, продается квартирка. Да-да-да, конечно, в следующей жизни. Я каждый раз спрашиваю, смотрите, висит мемориальная доска, значит, баррикады против полиции царского самодержания. То есть, ну, это окей, то есть никого ничего не смущает. А прикиньте, в наше время, да, вот если бы здесь были устроены баррикады против там Росгвардии, ОМОН и прочее, то есть повесил бы потом мемориальные доски. То есть как все очень хитро меняется в истории в зависимости из того, кто победил. Здесь у нас сохранились колесо-отбойные столбики и ворота еще, вот, понимаете, родные ворота, которые уже не закрываются, потому что они все кошеные, перекошенные. Но вот это конкретно дом еще 19 века. Здесь внутри у нас характерные такие тоже флигели располагаются. в общем, поездил Балабанов по городу и говорит, все, я буду здесь жить. А он уже был женат на тот момент, у него были дети, жена у него была, осталась в Екатеринбурге. Ну и вот она одно время моталась, 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 моталась туда-сюда, но потом познакомился на съемках со своей второй женой. И, в общем, короче, ну, бывает, собственно, у некоторых и по 3-4 жены в жизни случаются. Вот здесь я тоже постоянно показываю, во-первых, щель наша любимая, замечательная, и абсолютно тут вот машины стоят, а в прошлый раз их не стояли, совершенно обалденную фотку я даже подставлю, сделал один экскурсант, вот прям огонь, вот здесь я стоял, стена, вот обратите внимание, но она вообще ни разу не прямая. Попробуй снизу ее снять. Красивейший крафтовый балкон. Мечта венецианской принцессы. игорь, снизу игорь. и вуаля вот где мы с вами оказались в итоге и вот здесь на самом деле надо сказать пару слов от проекта конечно тоже еще раз замечательного человека который снимал эти самые двери я нашел несколько фотографий домов как они выглядели в 50-е года и хочется сказать как будто после войны так вот собственно после войны абсолютно раздолбанные фасады вот например сороковой дом сейчас это у нас какой-то 42 на вот вот этот вот дом вот посмотрите на сказать и сейчас вообще ни разу вот я вам покажу фотографию как он вы как этот дом и этот дом выглядели и вот смотрите совершенно потрясающая фотка прямо с номером дома сохранилась опять-таки на этих фотографах видно что раньше в каждый подъезд парадный не парадный неважно можно было спокойно зайти вот здесь видите характерный такой абрис узнаваемый кодовый замок висит а раньше пожалуйста деревянная дверь эти отбойники заходи не хочу фильм вот этот брат для него очень долго балабанов во-первых искал главного героя все него никак не срасталось никак не билось перепробовал много вариантов пока вот не увидел бодрова вот здесь тоже очень прекрасный вот видите вот дверь тоже вот это вот я сейчас покажу как она раньше выглядела уникальный вообще случае когда уже показать как раньше выглядели двери вот большое спасибо этому человеку вот на таких ну маньяков хорошем смысле этого слова и держится краеведение на то есть человек запарился пошел сфоткал эти двери если же другой маньяк такой как я это нашел и вам показал вот это вот смотрите такая типичная история уже начал 20 века брутальная неоклассика с очередными какими-то маскаронами и вот это тот знак усовиахим очередной про который я вам рассказывал висит здесь давайте зайдем внутрь почему так удалось с бодровым дело в том что бодров он ботаник на самом деле он окончил исторический факультет в москве и он вообще был искусствовед и вот сделать такого светлого доброго мальчика таким хладнокровным убийцей смотрите там ведь баночки в этом и вот ну то есть кино и вообще драматургия это всегда борьба противоположности до добра и зла спасибо кап вы конечно не знали этого без меня а теперь знаете а тут вот он умудрился эту борьбу с вот заключить в одного человека и из-за этого и получился этот образ который так собственно людей и цеплял старые сохранившиеся у нас еще ворота видите несколько слоев краски здесь когда-то отсюда лошади выезжали а теперь это персональные гаражи и он говорит слушай денег нет но хочу снимать кино и бодров говорит ну давай и все и вот они снимали реально то есть плащ в котором сухоруков щеголяет он вообще это женский плащ я не помню по моему одно из гримерш который это был ее первый плащ она из европы чуть не из германии его привезла и вот он в нем выглядел просто улетно ну потому что опять-таки это 90-е года эпоха такого китча съемки проходили опять-таки по квартирам всех кого можно в том числе была задействована квартира юрия шевчука значит сотрудницы съемочной группы варили для всех остальных участников сосиски с макаронами и картошкой вот очередной у нас смотрите маячок и треснул уже 14 года маяк уже пошел дом едет то есть на коленке более того про балованова это редкий случай говорили что у него никогда не было переработок то есть он всегда успевал для кино это большая редкость здравствуйте и вот все вот этот фильм снятый на коленке тем не менее стал ну таким национальным хитом у нас сейчас как бы в кино папа показывать нечего да то есть у нас идет уже тут вообще типикал питер речь о том чтобы пустить там чуть ли я не знаю не служебный роман и прочее там иронию судьбы я не знаю как эти фильмы смотреть алиса бронова не одобрила спецоперацию а у нас сейчас идет национальная такая охота на видим и буду я боюсь что как начнется ах вот ты как мы думали ты такая а ты не такая очередной посмотрите какой брутальный мощный контурфорс но первым одним из первых обратите внимание в прокат пошел фильм брат и фильм брат 2 вот это одна из самых моих любимых петербургских картин ну во первых посмотрите вот это усиление стены оно оно как будто художественно оформлено это вот как будто вот художник сказал я так вижу вот он сделал такую волнообразную историю многоступенчатое идет усиление к низу потому что он видите как дом плывет кисик ты какой симпатичненький у тебя смотри там что-то на мордочке какие интересные штучки пошел вот смотрите как народ запарился это шут приятно на из дерева заморили дерево я когда работал столяром вот мы этой фигней постоянно дерево сначала это его этой водичкой мажешь а потом лачком покрываешь и так вот и сосны можно сделать что-то типа более благородное аля ну и в итоге от продажи видеокассет с этим фильмом у балабанова уже сформировался бюджет и он захотел снимать продолжение сначала они хотели снимать три части брат москве и брат в америке но потом когда он сел писать сценарий он понял что здравствуйте он понял что ну как-то скучновато просто вот надо совместить и совместил и вот этот фильм он конечно абсолютно урокерского такого к нам вы такой интересный да но он фотографируйте меня а что потом куда вам послать а я полюбил фотоаппарат нам свой фотоаппарат телефон ну давай я ну серьезно здорово вообще прикольно так но мы потом детей будем есть ну ешьте мы мы тоже кровь младенцев пьем а ну отлично вы как раз мы коллеги с вами да это да это норма норма да наше дело главное главное не русских младенцев да 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 но вы знаете не вам рассказывается дальше давайте да давайте вот нашли коллегу по жидомасонскому заговору наконец-то вот это к вопросу как редко ты встречаешь людей которые но не напрягаются такому достаточно жесткого ну троллинга да вот типа ха ха хи хи от этого же жизни становится проще и интереснее и насыщеннее чтобы собственно так всегда не поступать но многие напрягаются потому что не время улыбаться и все такое прочее и бра 2 это все уже был национальный триумф и после этого у бодро уже возникли как бы амбиции собственные режиссерские балабанов его там поддерживал и когда бодров решила снимать свой фильм но сначала снимал сестры это кстати по первой роли кинчиной кстати бодрофа мы тоже порекомендовал туда нашпиговать группу кино она говорит она абсолютно такая какие киношная музыка группа кино киношного плана но это правда а вот а потом он вот решила снимать свой фильм связной и съемки должны были проходить в кармадонском ущелье в которой мы полюбилась еще с момента съемок фильма война у бодрова родился ребенок все хорошо балабанов отдал ему большую часть своей съемочной группы все но и они туда уехали собственно в сентябре вот здесь кстати хочу показать ту же фотографию вот этого здания как одно выглядело в 60-е года как он выглядит сейчас вот очередная дверь угадывается по вот этому русту на самом деле вот вы особенно поэтому трапециевидному русту тоже вот она во первых металлическая вторых естественно сюда не зайдешь без специального кода вот как она раньше выглядела прямо показано видно что открыто при открытое можно спокойно зайти ну и смотрите мой выпуск из осетии где я непосредственно на том самом месте где была не найдена даже на съемочная группа она была похоронена под ну вот здесь даже не представить высоту этого ледника огромнейшего то есть нужно просто несколько домов вот так вот составить и представить как вот эта херня со скоростью там 150-200 километров в час мчится на вас понятно что там шансов не было абсолютно никаких их пытались найти но это было бесполезно и в ролике я показываю место вот туннеля где они действительно пытались спастись а не там где теперь фреска стоит и теперь всех туристов возит с правой стороны у нас сейчас будет дом вот на противоположной стороне вот этот вот до 5 вот четыре окна под вот этим называется лучковый атик по центру это гостиная квартиры алексей балабанова и здесь с правой стороны от нее ну отсюда плохо будет видно висит малоприметно мемориальная доска повешенная не так давно о том что здесь жил собственно нас алексей балабанов доску не убрали то есть я так понимаю согласовали потому что вы знаете у нас национальный вид спорта такие доски нафиг снимать выбирать давай быстренько хотел сказать перейдем ну ладно потом перейдем пойдем подставим еще зайдем вот в этот двор чтобы показать что не все можно изгадить можно собственно сделать и красиво здесь левой стороны у нас тоже закуток счастья но он уже такой настоящий закуток счастья посмотрите как мило цвета ёлочки до окна в стену но тем не менее вот можно резину хранить все такое прочее вполне себе уютненько ну конечно в такую такой период времени балабанова началась депрессия по понятным причинам он считал что буженька забрал не того что он должен был забрать его более молодого перспективного оставить в этой депрессухе он пребывал очень долго понятное дело присутствовала вот пока рената литвинова ему не сказала что слушай ну ты сними хоть что-то ну то есть тебе просто надо что-то снять и он стал жмурки совершенно иного плана кинематограф не очень на первый взгляд балабановский но если посмотреть уже так свежим взглядом то очень даже посмотрите прекрасная птичка как будто бы отложила яички большом количестве и кучку композицию для модель дюжев не хотел сниматься там потому что на его но это как бы бригадовский флер уже в печенках сидел но это балабанов это балабанов поэтому снимался михалков михалков я хочу сказать вот я могу фильм собака баскера или смотреть бесконечно потому что там он просто и ну вот он он просто гениальный актер вот это потрясающее и в этом фильме он мне кажется это вот абсолютно его ипостась он там нет себя александр внутри этим а мне кажется наибольший успех у михалкова получился тогда когда он снимал сыграл этого рыжего бандоса всемки кстати проходили в нижнем новгороде которыми я часто бывал из которой у меня есть масса роликов пусть вы смотрите этого замечательного города снятых можете посмотреть у меня в плейлисте нижний с персами вот ну и в общем а балабанова отпустила казалось бы но потом последовал еще фильм под названием груз 200 вот этот картина которую конечно даже не знаю рекомендовать вам или нет смотреть здесь сейчас мы шутка это по-моему следующий перекресток давай перейдем да я просто картинки смотрю какие вам под под это подставлять я же не все помню наизусть сейчас мы буквально ненадолго сменим балабановскую тему потому что у меня есть с собой книжечка сейчас я достану ты пока покажи только чудесный вот эта книжечка пойдем опять-таки кстати вот с этой стороны этот доходный дом выглядит очень плантово но сейчас мы затем внутрь книжка вот такая у меня целая серия как вы знаете я их частенько показываю архип куинджи я думаю если я назову вам эту фамилию то у вас перед глазами сразу же возникнут определенные картины не вам не безызвестные березовая роща но конечно самая известная его картина это лунная ночь над днепром актуалочка наше время потому что он из мариуполя вроде как уже даже российского нашего города сейчас я выключу звук чтобы тут нас не беспокоили да и я вот здесь тут просто очень хорошее начало в 1880 году в петербурге открылась необыкновенная выставка в плутемном задрапированными окнами зале общество поощрения художественной большой морской где кстати это общество поощрения художественной красота земная как же мы не показали находилась я вам покажу во время своей экскурсии по блатным улицам российской империи но находилась на большой морской демонстрировалась одна единственная картина лунная ночь на днепре куинджи в россии это был первый случай подобной экспозиции художник решил решился на рискованный шаг и не ошибся добился триумфального успеха выставочный зал общества поощрения художеств не вмещал желающих люди часами стояли на улице ожидая очереди большая морская была забита экипажами ну и так далее в общем какую бурю восторгов поднял куинджи писал крамскую репину дело в том что куинджи он был действительно первым кто отважился выставить одну картину они же раньше ну тут тусной да то есть это общество там передвижи передвижников она же как даже назывался не так общество передвижных сообщество передвижных выставок бла-бла-бла-бла я и тут он понимает и она не все в складшину все хором вместе тут он вдруг один тварь такая да решил выпендриться вот это наш тотем вечный прекрасно созданный в честь господа нашего покровителя поедателя младенцев более того во первых куинджи предварительно провел правильную пиар работу он приглашал куда я сейчас покажу к себе например как бы сейчас сказали лидеров мнений скажем тургенева показывал эту картину тургенев естественно весь в шоке в ауте в приятном и выходит и разносит эту весть по всему там светскому несветскому петербургу дальше когда она выставлялась он добился определенного еще визуального эффекта там было специальное освещение сделано стены задрапированы определенным материалом хорошо оттеняющим эту картину и создавалось впечатление здравствуйте путина что ли встречать идешь да конечно мы идем на встречу с путиным да а вы раза не будете вступить и нас сейчас сегодня что костюма нет оранжевого нет лёхи днюха сказали прийти вот лёхи надо передать что надо на самом лети встречать путина они днюху устраивать в такой важный ответственный день вы что конечно а меня потом сотрете нет зачем мы же путину это покажем лично а я хотел что чтёрли ну вот видите теперь путин вас увидит но поблагодарит за то что вы всегда бдительный вот кстати с такими фриками балабанов очень любил общаться потому что он сам выглядел ну как бы не от луи виттона одетым у лёхи у днюхи у днюхи люха у люхи дёха вот посмотрите пожалуйста вот на это здание и вот на ту его часть и сверху на самом верху окна большие вот эта мастерская архипа куинджи где он написал эту свою лунную ночь на днепре и более того именно в этой мастерской я эфимович репин написал его портретка и про который крамской когда пришел сюда в эту мастерскую увидел этот портрет он просто обомлел сказал что у него такие какие-то хитрые и даже может быть злые глаза вот так вот репин сумел передать а я хочу показать вот этот вот дом как раньше выглядел пойдем последним двором пройдем и в общем да это кстати был личный дом куинджи и это был личный дом куинджи куинджи вообще он был очень неплохим бизнесменом очень неплохим коммерсантом как бы сейчас сказали люди когда смотрели на эту картину они например просто заглядывали за нее они думали что лампочка светится другие вот здесь сейчас мы покажем давай знаешь что сейчас перейдем покажем одно здание просто мы туда не пойдем я потом подставлю пару фотографий вот это здание нептун с левой стороны там вообще располагалась располагался завод симец и гальски у нас интересуют то здание по левой стороне отделаны уже новомодным материалом другие предполагали зная то что куинджи плотно общался с менделеевым и не только с ним и работал над усовершенствованием красок что он добавляла вода добавил фосфор и поэтому такой эффект была проведена специальная там экспертиза комиссия бла 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 который ничего не выявила в общем куинджи он видите он помимо того что он был гениальным художником у него была абсолютно уникальная особенность восприятия цвета и уникальные способности ты что не знаешь что это такое это же древний петербургский тотем к камень зеленой жабы да вот когда мы после днюхи у лёхи мы всегда приходим сюда и вот как вот та вот киска садимся да скажи дашь джокеру лапку не даст мне не дала киска это уже даже не за 300 шуточка за все 500 ну ладно мы тут недавно выложили видео ролик под название под названием несусь ласковый кусь и там вот соответственно песенка про то что сегодня будет здесь кстати у нас тоже всегда показываю тут прямо не прям торчат не так часто встречаешь вот видите петли на от бывших ворот вот они здесь вот здесь мне народ уже пишет фотографируют присылают там и петли и все такое прочее мы вот ходим ищем эти петли и так далее там с той стороны кстати тоже ну а ты тоже она беременная на самом деле здесь та же самая картина видите пойдем там выйдем с той стороны но это было вот такой последний триумф потому что после этого он долгое время вообще нигде не экспонировался не выставлялся и об этом конечно надо продолжать говорить уже на самом деле не здесь а на васильевском острове где у него была следующая мастерская вот ну а балабанов соответственно он принципе ведь был еще не старым там сколько 53 54 года у него последний фильм был где он снимал вообще непрофессиональных актеров вот горкуша у нас в горкунделе ходили в гости горкуша есть видео об этом он рассказывал как он там тоже снимался и в общем здесь совершенно потрясающий закуткок прям все прекрасно слышно посмотрите прямо сюда он умер неподалеку от того места где я сейчас живу санаторий в больнице в дубках это рядом с старорезком и по итогу вот если вообще ну посмотреть на этого багрова данила ведь это же человек который но просто взял в руки волыну уходит и шмаляет всех тех кого он считает ну кто вот неправильно живет да то есть абсолютно не соотносясь ни с какими нормами там современного там закона права и т.д. и т.п. то есть с точки зрения там юридической и прочей даже этической наверное это ну не очень хорошо но вот 90-е годы были такой эпохой что был такой беспредел что это опять таки это постоянно произношу попало в резонанс да с настроениями общества и почему до сих пор этот человек у нас вот столь популярен и вот эта фраза его и про войну и про а значит господи как она в чем сила американец вот скажи мне в чем сила американец балабанов потом говорил да я знаю что это глупая фраза но я говорю я весь сценарий ты написал за там 2 секунды ну не на 2 секунды быстро я хочу показать вам вот эту вот часовенку которая прекрасно видна в кадре еще одной сцены знаменитой фильма брат где не брат ты мне и дальше соответственно вот эта фраза которую оба бодров на самом не хотел произносить балабанов на стоял вот и вот этот герой как бы но отморозок по сути дела но такой знаете те типа справедливый отморозок но справедливый вот мне кажется он действительно отображает отчасти суть нашего народа да то есть вот бывают моменты когда хочется взять волыну и пойти нахрен мочить вот всех вот этих вот плохих понимание балабанова людей в обход милиции но на тот момент милиции да сейчас полиции которая тогда слабо и плохо справлялась со своими обязанностями и всего остального в этой связи как бы вот мне хочется задать вопрос чтобы вы на него ответили в комментариях вот вот по-вашему тот главный герой фильма брат вот он я не буду спрашивать никакого образа хорошим или плохой ну то есть нет вообще хороших или плохих людей да но вот как бы вы его охарактеризовали насколько он прав своих действиях да потому что сейчас именно та эпоха когда вот все то что пиарил балабанов и та же самая группа бедва который не дает выступать и то же самый шевчук который как бы тоже стал нас нас предателем и прочее вот сейчас у нас как раз то самое время когда ответ на этот вопрос мне кажется крайне актуальный во всех отношениях вот ну а мы вернулись сюда почему потому что здесь стоит машина в которой сейчас прыгну и поеду проводить экскурсию до которой осталось уже чуть меньше было получаса я хочу сказать вам что во-первых да экскурсии идут они идут по пятницам вечером субботы-воскресенье днем про книжки я свои отдельно скажу потому что как раз роман корень он именно в ту и в то время и начинался писаться и мне кажется вот эпоха это отображена там довольно точно в общем если вы хотите погрузиться эпоху 90-х и начал нулевых в питере то это роман для вас путеводитель невский с перцем выдержал уже третье издание читать его можно не только на невском проспекте в любой точке в общем то мира потому что это фактически история нашей страны через историю главные перспективы столицы российской империи ну и актуалочка как обычная книга о пиаре во время русско-японской войны как япония сумела провести удачную пиар кампанию во всем мире по дискредитации россии издание снабжено огромным количеством иллюстративного материала что я не сказал в проходке во первых в доме балабанова на малом проспекте дом 5 снималась известная сцена когда данила замочил всех плохих парней а потом сидит и ведет задушевную беседу с обосравшимся от страха представителям творческой интеллигенции когда мы подходили к макдаку с другой его стороны нужно было подставить вот эти картинки очередь на открытие сейчас куда ни ткнешь везде новости о том что вот-вот скоро откроется перебрендированный макдональдс такое впечатление что большая часть людей без подобного рода гамбургеров жить не может ну и действительно в годы моей молодости и это отображено как в фильме жмурки так и в фильме брат макдональдс был в общем то не ширпотребом а туда нужно было идти с деньгами в кармане и это для простого обывателя было крайне круто человека который фотографировал двери зовут доспехов сергей владимирович и лично от меня ему низкий поклон ну а чтобы закольцевать рассказ вот отрывки из экскурсии на которую я поехал сразу же после того как мы завершили съемку данного видеоролика саундтреком одна из наших песен вы можете скачать ее по ссылке ну либо найти просто в яндекс музыки или вк по тегу оса солнце мое ягодка за ягодкой кузовок петлю на радугу и пулю мешок куда ты покатился позолоченный диск помаячил и смылся под общий виск в каждом желание сердце твое но солнце мое разогри меня солнце мое обними меня солнце мое опали меня белым седым огнем растопи меня кирпичик кирпичик за кирпичиком стеленая восторгаясь личиком я от него из ума нужен улыбнись боже слепой звук улыбнись красный ул ул м зоны Желание, сердце твое, но солнце мое, разогрей меня, солнце мое, обними меня, солнце мое, Опали меня белым седым огнем, растопи меня. Все слова давно пусты, моя голова катится в кусты, Я повис, я почти лечу, я не хочу вниз, но и наверх не хочу. В каждом желание сердце твое, но солнце мое, разогрей меня, солнце мое, обними меня, солнце мое, Опали меня белым седым огнем, растопи меня, солнце мое, разогрей меня, солнце мое, обними меня, солнце мое, опали меня белым седым огнем, растопи меня. но на этом все с вами был гид павел перец увидимся пока